привет мои фолловеры такое дурацкое слово поговорим о грибах о грибах что происходит так что у меня появилась просто офигенная информация то есть первый раз когда я употребил мухомор красный да у меня случился сразу же подключение куда выше вы но после того как произошла смерть все такое да увидел все прошлые жизни так далее произошло подключение наверх и самое что интересное у меня присутствовала дочь но я думал что мне отпустит у меня не отпускала несколько больше 12 часов короче да я ее застал и она застала как раз меня на сапом на самом пике трипа то есть когда я пошел в самый вот этот максимальный 3d когда я состояние просветления под но вначале смерть физическое и физическое эго потом ты себя в самой начальной точке видишь все свои жизни и потом ты оказываешься здесь осознаешь себя я просветлял на 4 на 4 часа и в этот момент там неимоверная любовь это пипец ты все любишь всех любишь я дочь в этот момент увидел и она рассказывает я вот это кстати нет я это да потом уже как бы увидел да что я и эти галоши целовал но я просто в этот момент и всех любишь капец там не только галоши готов целовать а просто всех обнимать и так далее неимоверная любовь и в этот момент и хотел позвонить сестре но я не мог ей позвонить потому что потому что я пальцы не слушаю если просто тело был отдельно абсолютно пальцы не слушались и что я узнал когда ты подключаешься вверх а я подключился туда блин я подключился к своему богу которого аватаром кого я являюсь да и в этот момент самое что интересное дочь там с бывшей женой созвонилась сразу да они мне чуть ли не дурку вызвали ну скоро да то есть хотя дочь должна была все это как говорится знать знать потому что я микро дозингом уже начинал заниматься она игнорировала мои видосы я как бы ее подготавливал она корица хер положила и вызвала скорую те посмотрели на мои размеры и решили не заходить или вызволить решили вызвать милицию чтобы я не разнес но я бы их расцеловал всех то есть я такой безграничной любовью в этот момент обладал я бы всех расцеловал и на руках бы поносил всех этих врачей и милицию самое что интересно вы охереваете охеревайте дальше я узнал я видел страх дочери прям неимоверный животный такой страх и такой же страх я увидел у сестры это было когда я находился в состоянии вот эту трипада я их видел не ну то есть я видел все абсолютно в этот момент я видел абсолютно все и всех знал обо всем и обо всем и обо всех короче я видел ее страх сестры допустим да и видел страх еще нескольких человек и самое что интересное я сейчас только что недавно узнал что это за страх когда ты подключаешься на самый верх на самый верх демоны и сущности которые видят куда ты подключился но эти демоны и сущности сидят в твоих родственниках знакомых сидят в твоих друзьях неважно где они находятся ты отправляешься сразу в бан сестра меня сразу отправила в бан хотя и считал вроде как мы бы близко общались но ее страх отправил меня сразу автоматом бан то есть в ней там или сущности или демоны получается получается так дочь то же самое потому что дочь постоянно видит всякие сущности и она как бы еще и развивала это да то есть подглядывала за ними вот я их тоже видел периодически они мелькали когда уголком глаза ты видишь что что-то мелькнуло что-то большое больше мыши что-то такое в районе кошки да ну и там еще нету потом когда смотришь это мелькают определенные хреновины так что вы должны знать что когда ты пробуешь растение учителя у тебя начинают отваливаться сущности начинает отваливаться всякая хрень всякие привязки они просто отваливаются растения учителя их убивают практически они их убирают это делает мощнее всего как я знаю это гриб как раз таки мухомор он очень мощный он не церемонится он просто ликвидирует всю заразу которая в тебе есть и если даже это не зараза делается ты потом через какое-то время начинаешь видеть эту хрень ты сможете к это хер сидит ты блять берешь и убираешь ее потому что это херь она не твоя она еще сидит и сопротивляется или только подглядывает их видишь вот и поэтому знай что когда ты только попробуешь тебя сразу даже на интуитивном уровне начнут отправлять в бан те или иные люди твои родственники знакомые и так далее и тебе придут именно те люди которых не нужно отправлять бан который наоборот заинтересуется тобой именно люди которые как бы более чистый в плане этом или которые хотят очиститься то есть которые заинтересуются вот и откружение меняется сразу же у меня всего лишь как говорится остались несколько знакомых таких же сумасшедших как я вот ну в плане того что который чем-то как говорится занимается всякой подобной фигней да вот остальные просто обосрались а они просто взяли и обосрались а я знаю кто их обосрал потому что я их сразу же увидел эти страхи но я их не распознал эти страхи я увидел эти страхи у этих людей но я их воспринимал как просто страх человека а это был не страх у это были страхи или демонов или сущностей которые в них сидят а я знаю как их убирать капец это круто так что ты человек который решил нажраться каких-нибудь мухоморов или какой-нибудь вкусняшки кактус айвазка и так далее да ты должен знать что твоя жизнь твоя жизнь на сто восемьдесят градусов вот сто восемьдесят знаешь вот вот ты сюда смотришь а потом разбереть другую сторону смотришь вот это сто восемьдесят два градуса да но у меня она не изменилась на сто восемьдесят потому что я уже долбоеб я уже клинический долбоеб сарки с этими как лица осознанностью развитием и всей этой херню поэтому я как бы от этого уже от всего отвязался и мне по сути нечем было терять и поэтому меня не начала кошмарить и дрючить да как всех дрючит мухомор да а меня сразу подключили наверх вот так вот и всего лишь два трипа когда умирала эго а потом она перестала умирать а потом не сказали какой эго а его нету и все понятно поэтому человек который решит попробовать ты должен понимать последствия ты хочешь быть рабом системы или ты хочешь быть свободным человеком но ты должен принять ответственность что став свободным человеком все что тебе не нужно все что тебя сковывала это просто отвалится она просто возьмет как шелуха осыпется ты должен быть готов к принятию такого решения потому что потому что это будет пиздец и так как я был в этом пиздеце уже да я был ко всему готов потому что у меня было только одно желания просветление на вскоре не все было насрать на самом деле не было насрать на все я шел только под просветлению то есть кто к максимальной цели в этой жизни остальное мне было насрать поэтому все было охуенно и они мне это просветление показывали сразу же показали моего и И показывали его на протяжении нескольких раз. Показывали и показывали. Я спрашивал, а это будет, вернется? Да, что ты, расслабься, не парься. Поэтому ты должен решить, если у тебя есть какие-то подвязочки, семья, там еще что-то, срешься за кого-то, ты должен знать, что ты потеряешь или можешь потерять. А можешь приумножить. Все зависит от того, что действовал ли ты по своей, как говорится, предназначенной своей стезе, по своему призванию, шел ли ты по нему. Если нет, у тебя все нахуй обшелушится. И когда тебе покажут твое призвание, а тебе его покажут, ты охуеешь. И если оно как бы не соотношается с той твоей жизнью, которая сейчас есть, и ты будешь идти не по своему призванию, ты будешь несчастен. И ты уже несчастен, скорее всего, если не идешь по призванию своему. Что-то не хватает. А когда ты встанешь на путь призвания, ты охуеешь. Бонусы посыпятся. Но ты должен заниматься ебошингом. Когда ты встанешь на свой путь своего призвания, тебе надо будет заниматься ебошингом, чтобы выйти из этого круга. Потому что если ты уже нырнул в грибы или еще куда-то, будь любезен, отвечай за свои последствия. Понимаешь? И мне сразу же показали, что в первый раз, да, что я могу проводить людей через грибы, через вот эти растения учителя. Сразу. Мне показали, что ты будешь их проводить сможешь. Легко и просто. И мне показали, как их нужно подготовить. Нельзя каждому сразу. Обосрешься. Обосрешься, и твоя жизнь будет уничтожена. Твоя привычная жизнь, которая была в говне на самом деле. Которой ты был несчастен. И твоя задача будет только одна. Из-за которой тебя создали все аватары. Все аватары. Аватары кого-то, каких-то богов, еще что-то. Высших. Пониже, еще пониже. Но все аватары. Действуй. Или получай пиздюлей. Или сиди и трясися. Как тебя пожирают сущности. А они будут тебя жрать. Они будут тебя не просто жрать, они будут тебя хуярить. Хуярить, хуярить. А если ты обосрешься, они порадуются и будут продолжать тебя хуярить. Понимаешь? Оооо. Как меня наперло. Это не от греба. Я уже несколько дней без микродозинга. Это просто... Вот здесь сидишь вот так вот. Сидишь так. Смотришь какие-нибудь поучительные истории. Я сейчас обучением занимаюсь, к примеру. И тебя так напирает. Такой, знаешь, такой... Как загрузилась какая-то дополнительная память. И ты такой... И ты такой... Сейчас поведаю людям, как получить пиздец. И все такие... Ебаный врат! Я не хочу такой пиздец. А я тебе расскажу, что это пиздец из пиздецов. Но... Когда ты пойдешь по этому пути... Ты... Будешь... Вознагражден. И ты уйдешь из этого круга. И ты уйдешь на более высокий уровень. И ты уйдешь из этого адского мира. Это реально адская планета. Ну, я так воспринимаю. Она может быть адской. И она может быть райской. Все зависит от тебя. Потому что это игра. Игра... В этой... Вселенной. И на этой планете. Оооо... Смотрите и охуевайте. Ну, все, ребята. Это реально героический поступок. Нажраться каких-нибудь растений, учителей, мухоморов. Мухоморы самые жесткие. Они бескомпромиссные. Они бескомпромиссные. Они тебя никогда не убьют. Если сам себя не убьешь. Но они тебя полечат. Они тебя направят куда надо. Соединят с кем надо. Ты охуеешь, с кем тебя соединят. И после этого ты станешь героем, если пойдешь второй, третий раз и больше. Но ты должен заниматься своим предназначением, которое тебе покажут. Ты должен начать хуярить. И не ссы. А те, кто рядом со мной, возможно, я помогу пройти. Потому что я знаю как. И знаю, кто рядом со мной. Потому что тот, кто рядом со мной, с ним пиздеть нельзя. Против него идти нельзя. Потому что, потому. Не ссы. Если ты смел и герой, ты должен не ссать. А просто идти в бой. В бой, в бой. Со своей зашоренностью. Со своими комплексами. Со своим дебилизмом. Со своими детскими травмами. Со своей, блядь, вечной, неустроенной залупой. На этой планете. Планета Ничто называется. Я бы ее назвал планетой Ничто. Но эта планета Ничто. Она охуенно. Потому что. В ней играют боги. И они играют в нее. Ха-ха-ха-ха. Охуевайте.